который соорудили Шейн Пинс и Егор Филин, могло показаться, что игра сделана. Но гости, уже два раза огорчавшие «Спартак» в этом сезоне, смогли возродить интригу. Причем первая шайба воротов Николаева оказалась после ошибки Ковальчука. Илья реабилитировался в самой концовке, поразив пустые ворота и установив окончательный результат. 5-2 «Спартак» вновь на вершине запада. Конечно, лед здесь такой тяжеловат, еще сегодня пришли болельщики, поэтому все ребята говорят, что мягкий был. Но я же говорю, думал, что будет хуже, потому что нормально себя чувствовал. Понятно, что где-то больше старался играть за счет позиций, но хорошо, что начал играть, потому что тренироваться можно сколько угодно, а игровой ритм надо ныграть через игру. Ну, конечно, перед любой игрой есть волнение, не важно, сколько тебе лет, тем более, что это моя родная команда, и приятно находить с ромбом на груди, поэтому, конечно, все звонили, поздравляли, сегодня много моих знакомых был у нас идиот. На этом будем надеяться, что это, скажем, следующая игра дома у нас в СССР. Как раз к ней мы подойдем в более хорошей форме. Северсталь, ведущая борьбу за попадание в первую восьмерку западной конференции, встречалась с одним из аутсайдеров Востока, Адмиралом. В счет открыли гости, отличился Джованни Фьоре, но это был последний успех дальневосточных в матче. А вот в их воротах шайба побывала трижды, причем в трех разных форматах. При игре 4 на 5, 5 на 5 и 6 на 5. Итог 3-1 непростая, и от того еще более ценная победа Череповчан. В других матчах Металлург одолел авангард и поднялся на первую строчку восточной конференции. Витязь обыграл Минская Динамо, а Лада крупно уступила автомобилисту. Финал выставочного теннисного турнира Мировая Лига завершился в пользу команды Орлы, которую представляли расселяне Данил Медведев, Андрей Рублев и Мир Андреева. Четвертой в этом квартете была американка Сатья Кеннин. Команде Орлов противостояли Куршины, которые удачно начали забрать победу в вестя, но затем проиграли в обоих парных матчах. Андреева и Кеннин сотворили практически невозможные, в отличие с Ботосой и Супаренко. Те, ведя со счетом 5-2 и имея два матч-болу, затем распыняли все преимущества. Амира и София взяли пять гемов подряд, как и тот 7-5. В мужских парах граммы было меньше, а Лигетик Рублев справились с Харисом и Дмитриевым за 26 минут. Счет 6-3. Перед заключительным матчем Орлы вели 25-19, что оставляло для Рублева пространство для маневра. Свою встречу Григору Дмитриеву россиянин проиграл 3-6. По правилам был назначен Побертайм, где Рублеву было достаточно не уступить в трех геймах подряд. С этой задачей Андрей справился и сделал свою команду чемпионом мировой лиги. В конце наступившей недели вся страна будет встречать Новый год.